Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Дети узнали, что у их папы есть женщина, а у неё ребёнок. Сегодня бред разговаривает с детьми, никак не пересидит этот разговор, я знал, что у него друга, поэтому ушла. Я его люблю и не держу его, но слышу про его новую любовь тоже не хочу. Я боюсь, что ему не хватит духа, нормально объяснить детям, что с кем бы он не был. Дети любят детей всегда, да и дети могут подсканяться, что-то сказать папе, а я остался защищать его и новую семью. Хочу, чтобы дети с папой остались в хороших отношениях. Я выросла без папы, мне было не очень детям 119 лет, и они слишком умны для своего возраста. И переживаю, что дети побоятся сказать ему то, что говорят мне. Ну смотрите, какое у меня складывается ощущение, да, у меня складывается такое ощущение, что вы как-то вот больше свои особенности, восприятие того, что вы были без отца, переносите на детей. Совершенно не факт, что у детей будет, ну, какой-то покой же негативный опыт проживания, значит, расставания с родителями как у вас. Это первое. Второе, это то, что дети расстаются с папой уже будучи в, ну, в определенном возрасте, это таком достаточно большом, то есть они не маленькие, они не маленькие. Это вот то, что, ну, то, что нужно понимать. То есть они не маленькие сейчас, вот, и, соответственно, им будет легче. Гораздо легче, чем вам, потому что вам как раз-таки было сложно. Вам было сложно именно в силу того, что вы, ну, вы, вероятно, сами были маленькие. Если вы говорите, что дети умные, не по годам, то все у них будет хорошо, и все они поймут. Другой вопрос, что для вас переживание этого разговора является не историей про новую любовь вашего мужа, которая, кстати говоря, сама по себе тоже неприятна, а для вас это является интерпретацией, или, можно сказать, повторением негативного опыта того, что, ну, вот вы без, без папы остались, по сути, знаешь, на уроке. Для вас вот эта история здесь является, ну, такой, я бы сказал, ну, ключевой. И очень важно это разграничить, разграничить, в первую очередь. Вот, важно разграничить это, и важно увидеть, что ваше переживание потеряться, не прожитое, скорее всего, до сих пор, до сих пор, до сих пор причиняющая вам боль, никак не связано с детьми, то есть, в контексте ваших детей, это совсем другая история, а на детей вы переместите, просто, свой непрожитый опыт, вот. И, ну, по сути, вы себя в лице детей снова чувствуете брошенным ребенком, вот. То есть, то есть, желание, чтобы дети остались, как вы говорите, в хороших отношениях с отцом, да, это именно что, это именно что, это именно что ваше желание, понимаете? Это ваше желание, связанное, как раз-таки, с вашим же опытом. Ну, вашим опытом, проживание, проживание, расторонное, чтобы, да, как бы, уже с вашим, чтобы. И вы накладываете это, вы накладываете это на детей. Вот это, вот это, пожалуй, ключевой момент здесь. Поэтому, не хотите слушать его рассказ, не надо. Вот. Ну, про новую любовь. Не хотите, не хотите, как-то, защищать его и его новую семью, не надо. Вот. Дети, если вам говорят, ну, если дети с вами искренне, да, то они, в общем-то, не будут травмированы, потому что вы поможете им прожить и пережить, ну, то, что вас, условно, беспокоит, ну, то, что их беспокоит, вот. А вам нужно больше сосредоточиться на себе, вот, провести, я бы сказал, провести личные границы здесь, вот, потому что отношения с папой и детьми, это их отношения. Отношения ваши с вашим, как я понимаю, бывшим мужем, это ваши отношения с бывшим мужем. И, ну, не может, пожалуй, что одно соприкасаться с другим, вот. Пожалуй, это было бы, ну, на мой взгляд, не корректно, вот. А именно это, по сути, и происходит, и именно это, как мне кажется, причиняет вам боль. То есть первое, всё-таки, разграничить, первое, что нужно, это разграничить. Первое, это разграничение. Это первое, что нужно сделать. Первое, это разграничение. Разграничение того, что происходит между вами и вашим бывшим мужем и того, что происходит между вашим мужем и его детьми, да, а дальше уже непосредственная работа, непосредственная работа с теми или иными переживаниями, да, как бы, вот, то есть непосредственная работа с вашей травмой, начиная, судя по всему, с травмой и, ну, вот, того, что вас бросил отец, ну, или не бросил, вы как-то, ну, как-то без него, ну, жили, я так полагаю, вот, то есть здесь история, на мой взгляд, такая, вот, вот, и очень важно, чтобы это разграничивало. Дальше, здесь невольный вопрос, а чем вас так сильно, вот вы говорите, что я расслабился отца, и мне было не очень, а за счет чего, за счет чего вам было не очень, из-за чего вам было не очень, понимаете ли вы то, из-за чего вам было не очень, отдаёте ли вы себя счет в том, из-за чего вам было не очень, на мой взгляд, не совсем, вот, а это тоже, тоже нужно разбирать, здесь вы уходите кое-какие другие вещи, то есть вы сталкиваетесь с ощущением, что какая-то вы не такая, вы сталкиваетесь с ощущением, что какая-то вы неправильная, вы сталкиваетесь с ощущением, что вы себя обесцениваете, понимаете. Вся эта ситуация вас обесценивает, причем не только как женщину, не только, но и как ребенка, который оставил родителей. И вот с этим вы, получается, вынуждены сталкиваться. И это, конечно, больно, но это, повторюсь, корректируется. Поэтому, не хотите переживать эту сцену, не нужно, папе лучше будет поговорить с детьми без вас. Какие у них будут отношения, такие будут, это их отношения. А вам нужно подумать о себе. Только подумав о себе и уделяя внимание и время себе, вы сможете стать той матерью, которую ваши дети заслуживают. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok